МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сказал директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок. Мы ярко открыли сезон и также ярко будем стараться все дальнейшие мероприятия проводить с новым дирижером. Правильно вы подчеркнули. Поэтому это уже сам по себе такой магнит, мне кажется, для зрителя прийти посмотреть, а как теперь. Потому что действительно есть чем сравнить в том смысле, что новый руководитель, он видит все по-новому. Рецепт счастья, как всегда, с иронией и самоиронией. Сегодня в прямом эфире ПЛНФМ искали ведущие всемирно любимой программы «Три мудреца» Олег Добрынин, Артем Татаренко и Александр Савенко. Оказывается, что в общей сложности абсолютное большинство россиян в той или иной степени счастливы. Более 80%, 81% людей заявил социологам о том, что он в той или иной степени счастлив. И каждый третий, он вообще абсолютно счастлив, насколько я понимаю данных социологов. Как-то мне это все представляется достаточно странным, противоречивым. 20 ноября в Катре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Настоящий футбольный праздник для миллионов фанатов во всем мире. Но, к сожалению, грустный праздник для болельщиков из России. Кстати, если вы думаете, что в Пскове невозможно подготовить футболистов высокого уровня, то ошибаетесь. О перспективных футболистах из нашего региона в статье Александра Елисеева на сайте Псковской ленты новостей. Состояние некоторых больниц и поликлиник Псковской области оставляет желать лучшего. А в некоторых удаленных деревнях обратиться за помощью просто некуда. Какие медучреждения региона уже отремонтировали или только планируют, какое оборудование для них закупают и где вскоре появятся ФАПы, читайте на сайте Псковской ленты новостей. После того, как в Питере потренировались убирать воображаемый снег с сухих улиц, белые мухи накрыли северо-запад. Псковичей наступление зимы ввергает в тоску и уныние. Коммуналка с декабря вырастет, а по дворам все равно придется пробираться через снежные завалы и заледеневшуюся лякоть. Или нет? Обозреватель Псковской ленты новостей Юлия Магера в своей колонке нашла робкую надежду на отмену ежегодного Армагеддона. Какао – напиток, который обожают дети. Неравнодушно к нему и многие взрослые. Какао бодрит и поднимает настроение, благоприятно влияет на сердце и сосуды и даже снижает уровень плохого холестерина. Однако употреблять этот чудо-напиток можно не всем. Для некоторых употребление какао может оказаться опасным. Вредно ли вам пить какао? Узнайте на сайте МК в Пскове. И о погоде на пятницу. 18 ноября в Пскове ожидается небольшой снег. Днем минус 4, минус 6 градусов. Но еще также небольшой снег. Температура около минус 6. Ветер умеренный, северо-восточный. На сегодня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на Пуэн-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин